Сохраняющаяся неопределенность относительно объемов добычи нефти продолжает оказывать на нефтяной рынок все большее влияние, причем исключительно негативное. Цены на черное золото по-прежнему идут вниз. Тем более сейчас продолжающийся конфликт между Объединенными Арабскими Эмиратами и остальными членами ОПЕК порождает уже не одно, а несколько опасений. Во-первых, это отсутствие конкретных договоренностей, а значит возможный дефицит нефти в перспективе. А во-вторых, это предположение, что из-за отсутствия договоренностей кто-нибудь не выдержит и в одностороннем порядке нарастит объемы добычи нефти. Как это отражается на сырьевом рынке и курсе рубля? Давайте анализировать. Как видно по торговому графику, нефть марки Brent вновь терпит потери. За минувшие два дня, 14 и 15 июля, участники рынка нарастили объем коротких позиций. Вследствие этого цена на нефть уже второй день подряд начала снижаться. Далее, в случае пробоя уровня поддержки 72 доллара, не исключается последующее ослабление котировок в сторону психологического уровня 70 долларов за баррель. Что касается нефти WTI, то здесь, судя по графику, роль уровня поддержки выполняет цена в 70 долларов 70 центов. Если же котировкам WTI удастся удержаться ниже этой отметки, то движение цены в сторону коррекции еще больше усилится. И такая ситуация на сырьевом рынке не может не оказывать влияния на котировки российского рубля. Однако торговый график валютной пары доллар-рубль показывает, что рубль даже вслед за снижением стоимости нефти не собирается сдаваться. И даже наоборот, рублю удалось немного укрепиться до отметки 74.10. Исходя из затянувшейся паузы, наиболее оптимальной торговой тактикой для трейдеров считается метод пробоя той или иной границы застоя. Мы не можем быть уверены, что рубль не начнет слабнуть на фоне снижения стоимости нефти. Но пока таких предпосылок нет, поэтому диапазон 73.80-72.40 сохранится. И уже с начала новой недели, возможно, появятся более весомые факторы влияния на котировки рубля. В то же время валютная пара евро-рубль после локального пика в прошлый четверг перешла в стадию коррекции. У рубля неплохие шансы на укрепление до конца июля по отношению к евро и даже доллару. Это связано с тем, что некоторые проинфляционные факторы начнут ослабевать. Среди них цены на продовольственные товары, которые могут начать сезонное снижение по мере прихода на рынок нового урожая. И пока мы видим, что котировки пары евро-рубль достигли значения 87.50. Аналитики считают, что до понедельника не произойдет ничего кардинального, а диапазон торгов сохранится между отметками 87.20 и 88 пунктов. Рубль уже четвертый день подряд топчется на месте и не может вырваться из явного застоя. Этим российская валюта очень сильно отличается от других валют, которые демонстрируют гораздо большую активность. Подобный застой грозит непредсказуемым поведением рубля. Но участники рынка не теряют оптимизма. Если цены на нефть не рухнут, у рубля есть все шансы на укрепление. До свидания!